Кудрявцева свою высказала претензии, кооперативу высказала свои претензии и все осталось на своих местах. Единственное, что и прокуратура, и милиция сейчас поставили условия перед Кудрявцев, чтобы она навела порядок с этими людьми, которые приехали в Балаклавах, которые приехали с ножами, воугружены, да, их там сейчас милиция как бы поизымали от оружия, ну, ножи я имею в виду. И она пообещала, что наведет в этом плане порядок, что даст людям работать на рынке. А все, больше ничего здесь принесли. Ну, послушали, ну, поговорили. Каждый остался при своих интересах. Кооператив при своих, Кудрявцева при своих. Ну, а вы же понимаете, что этот процесс просто так решиться не может, она же все равно будет пытаться восстановить свою справедливость. Ну, она у каждого своя справедливость. У нее своя, кооператива своя. Поэтому и там материалы в суде, и она какие-то суды повыигрывала. Я думаю, что это будет такой, знаете, вялотекущий момент, вялотекущие дела через суды. Ну, я думаю, что Кудрявцева это выгодно, потому что она практически ничего не платит в бюджет. Если кооператив платит, наш кооператив платит, и вот это 600 тысяч гривен, да, там все тролли, на которые там есть, Брис, Токер платит, она ничего не платит. Где это выгодно? Я думаю, я так думаю, что это выгодно, потому что, чтобы оно никогда не заканчивалось. Скажите, процесс, он будет длиться, он 18 лет длится, этому еще лет 10. То есть южненская власть ничего не может делать? А мы здесь не мы принимаем решение. Должно быть решение суда. Я сказал, здесь присутствует прокуратура, милиция, и Кудрявцева сказал, и кооператива сказал, дайте решение. Правовое решение, законное решение моего дома. Мы никогда не будем сопротивляться, абсолютно. Без решения мы будем действовать в рамках закона. Расскажите, пожалуйста, о том, на каком сейчас этапе находится судебное разбирательство, да, в Коминтернах, там в суде, сейчас... Нет, а в суде находится там разбирательство той стороны, люди подали иск в суд, судится с нами Вячеслава, что они считают, что неправильно в 96-м году будет она на землю. С другой стороны, Вячеслава, судится с предпринимателем, грубо говоря, для того, чтобы их выкинуть с рынка. И чтобы там это место отдать какому-то другому. Но, как мы сегодня узнали, мы не должны, но это официальная информация. Она берет услуги рынка не меньше, чем остальные, а больше, чем остальных рынков, но при этом бюджет земли, в Казахстане, бюджет ни копейки не платят. Ну, а что в суде? Суд идет, какие там будут перспективы? Ну, а если вы ее пользуете, то что это вы можете сказать? Я это не могу сказать, перспективы тут... Я не знаю, какие будут перспективы. Я даже и знал бы не сказал, но я, честно говоря, вам не знаю. То есть предприниматели сейчас будут продолжать свою работу, как они... Да, пока будут продолжать работу и все. Дело в том, что мы неоднократно ей предлагали компромисс. Мы летом собирали комиссию, приглашали прокуратуру, милицию, налоговую, все. И мы ей предложили, что, пожалуйста, пока вы согласуетесь с нами тариф, который был бы примерно такой же, как и на остальных рынках, мы его вам согласуем. Вы, если люди заключат с вами договора, в обмен вы дадите разрешение, чтобы они могли оформить свое право собственности на малоархитектурную форму, или сейчас, как это называется, временное сооружение, на предпринимательской деятельности. С одной стороны, вам выгодно, вам выгодно, вы получаете деньги. С другой стороны, людям выгодно. Ну и в-третьих, нам выгодно вот это, потому что мы тоже какой-то доход получим, бюджет. И, кроме того, снимем ажиотаж, который не здоровый, который образовался на рынке. Да, 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 да. После этого через неделю приходит ее письмо, 30 требований, вы должны то, вы должны то, вы должны то, вы должны то. Но ситуация, что касается на сегодняшний рынок, то, что Вячеслава рассматривает, юридически нету прав ни у кого. Фактически у нее есть решение суда, что за ней признали право на землю, но для того, чтобы она могла реализовать свое право на землю, у нас любое право на объект недвижимости, на землю, право на землю, начинает с момента государственной регистрации. Государственной регистрации у нее нет ни на объекты недвижимости, которые там расположены, ни на землю. Хотя, еще раз повторяю, право у нее на эту землю есть, но оно не оформлено, и фактически она не может там распоряжаться этой земле. Но вот сегодня мы задавали вопрос юристу о том, сколько стоит оформить кадастровый этот номер. Он сказал, что не знает. Это какая-то секретная информация? Это не секретная информация. Дело в том, что мы опять возвращаемся в 96-й год, когда город был заинтересован построить быстрее рынок, и когда быстрым решением цессии предоставили землю, но технически это не было оформлено. Вы же понимаете, для того, чтобы оформить землю, там должна быть техническая документация, точки, повороты, все вот это. Сколько денег это может стоить? Даже тут даже не в деньгах. Дело даже не в деньгах, тут проблема заключается еще и в другом. Дело в том, что в 2001 году был принят новый земельный кодекс. И по новому земельному кодексу право постоянного пользования землей может находиться только в государственных и коммунальных предприятиях. Получается, и в том земельном кодексе было переходное положение до 2005 года, и в котором было указано, что с 2005 года все субъекты, которые имеют землю на право постоянного пользования, должны либо переоформить ее в аренду, либо выкупить. И многие так и сделали. Многие переоформили в аренду, некоторые выкупили. Но потом в 2004 году группа депутатов обратилась в Конституционный суд, которые были собственниками, обратилась в Конституционный суд, и Конституционный суд признал это переходное положение незаконным в связи с тем, что закон обратной силы не был. Он распространяется только на будущее. И подтвердил, что те, кто имеют право постоянного пользования и находятся в частной собственности, они продолжают этим правом продать. То есть оставил землю нас за ними. Вы понимаете, за этим стояли крупные предприниматели-депутаты, и им, конечно, было выгодно, потому что сейчас минимальная ставка арендной платы в три раза выше, чем размер земельного налога. То есть получается, что если земельный налог, он может быть минимум в три раза больше, а максимум в 12 раз может быть больше, чем ставка земельного налога. И поэтому получается сейчас парадокс, с чего я начал. Тот земельный участок, 60 соток, который был, он не может быть ей предоставлен, потому что после этого часть предпринимателя каменной киоски, которая там есть, она выкупила эту землю. Эту землю надо от этого госакта исключить. И ей фактически надо опять по-новой предоставлять землю. Юргенский городской совет должен по-новой предоставлять землю. Мы когда обращались, нас вызывали в 2013 году в оба госадминистрации, там была комиссия антирейдерского захвата, руководил первый зам губернатора, а также представители всех силовых структур, земельщиков, мы тоже эту ситуацию обсуждали. И там нам говорят, а почему вы не к тебе отдадите землю в аренду? Это мы двумя руками замыкали. И вы действительно, они так удивленные, и вы действительно землю отдадите? Мы были с пасками дураком, она может это подтвердить. Да, говорит, вы подтверждают, что вы отдадите? Для них это было новость. Как-то мы хотим отдать землю, а она не хочет. И вы действительно отдадите? Говорят, да, мы отдадим. Робим вас на словах, профессиональный нам протокол, мы после этого три раза ей письма написали, что уважаемые, на основании этого решения просим обратитесь к нам, дайте такие документы, и мы вам выдадим решение о переоформлении земли в аренду. Но в аренду ей неинтересно, надо платить и очень, тем более, что сейчас существенно разросли ставки арендной платы, очень большие. И она этого не хочет, она ни копейки не платит, все деньги берет. И ситуацию, которую она забыла, ей очень выгодно. Кстати, говорят, 10 лет назад еще там был разговор, мы говорим, давайте мы вам поможем оформить объекты недвижимости, которая тогда раньше занималась все на местном уровне, регистрировала коммунальное предприятие, бюро технической метризации. На что мне ответили? Если мы зарегистрируем, у нас отберут. У нее же постоянно куча долгов, она же постоянно была арестованная имущество, но его именно поэтому не могли продать, потому что на него не оформлено право собственности. Понимаете? Но при этом, говорит, это мое. Очень удобная позиция, которую она создала. И мое мнение, что тут должна работать налоговая. То, что она находится сейчас на едином налоге, я считаю, что это неправильно, потому что, по сути, она сдает землю в аренду предпринимателю. Как же было? Когда же в 96-м году она начала строительство, как она раздала землю всем предпринимателям, ей заплатили какой-то разовый взнос за это, люди начали строить объекты на земле, которая отведена ей в постоянный кузер, а потом она начала говорить, что это то, что вы построили, мое. Хотя люди строили за свои деньги, и понятно, что никто не готов с этим нерываться, чтобы отдавать свое кровное нажитое за бесплатную патриотку. Но, сложилось. Вместе с тем, Институт права постоянного пользования дает право давать в аренду или в субárенду землю. Она может только ей пользоваться, а то, что она построила уже на этой земле, она может это конкретно построенное сдавать. Допустим, построила к национал, кFilolosk, она может на эту аренду, а землю не может. А Институт аренды земли разрешает субаренду с разрешения арендодателя, в данном случае, Министерского Совета, передавать в субаренду землю. И мы на всех коммунальных рынках пошли на это, хотя намного дороже для рынка платить аренду, чем постоянное пользование. Там, кстати, в коммунальном предприятии мы имеем право предоставить постоянное пользование. Мы все-таки отбили в аренду право субаренду и дали людям возможность, чтобы каждый из них оформил право на то, что они построили. Другое дело, что часть людей воспользовалась, часть людей, которые не захотели этого делать и не воспользовались до сегодняшнего дня. Но это уже их дело. Главное, что мы им дали представить юридически такую возможность. А другое, как они воспользовались, это уже, как бы говорят, все их не плохо. Кто-то считает, что это нужно, а кто-то поменяет.